Дает привкус молочка, такой вкусный, творог прям вообще классный. Брать, еще дышу, что это наоборот, все. И как только это видео наберет 3000 лайков, мы сразу же снимаем следующее сравнение. Всем привет, друзья, меня зовут Алексей Столяров. Меня зовут Слава Мария. И сегодня мы будем снимать популярный тренд на Ютубе, сравнение цен. Мы сегодня взяли самый дорогой творог, он стоит 430 рублей. И самый душманский, самый дешевый, 365 дней. Творог, который стоит, по-моему, 3-4 рубля, который мы купили в Ленте. По скидке еще там минус 2 рубля. Этот мы купили в самом дорогом магазине Бленде. Сегодня задачи три у нас. Какие? Мы будем сравнивать творог по трем параметрам. Это его упаковка, его консистенция и запах, и, конечно же, вкус. И самое что главное, в конце мы проверим цветы, мы повяжем друг другу вот такие повязочки и будем давать друг другу пробовать. Интересно, по вкусу мы различим, какой дорогой творог, а какой дешевый. Поехали. Начнем мы с душманского творога, сейчас попробуем его открыть. Она самая упаковка вообще ужасная, потому что она как будто мята уже внутри. И чувствуется, потерял уже свою форму. Еще бумажка, это просто уровень. Да, смотрите, вот такое вот. Все течет. Все течет. Просто есть не очень хочется, потому что это какой-то, это просто какая-то жесть. Ну, ребят, ну что, хочется 3-4 рубля, сами понимаете. Так, и у нас есть дорогой творог. Ну, Леди у нас всегда открывает самый дорогой. Очень крутая пластиковая упаковка, суперудобно взять с собой. Так, кстати говоря, если вы уже открыли этот творог, то второй раз вы уже его не закроете. И взять с собой в школу или на тренировку уже не получится. Ну, все четко, ничего не сечет. Все очень красиво, удобно. Да, если ты открыл, ты можешь второй раз потом закрыть только. Ну что, значит, первый параметр, это внешний вид. Естественно, лось его выигрывает, да, потому что здесь супер дизайн. В 5 раз, ребят, отличает от цены. Удобная упаковка, да. Второй параметр, это консистенция и запах. Да, запах. Давай нюхать. Нюхать. Просто спокойно, обычный запах. А этот? Это такое впечатление, как вот уже творог, мне кажется, в месяц. Он уже прокис весь, и он такой дает кислинка небольшой. Ну, консистенция, смотрите. В общем, лучший продукт, все супер, рассыпчатый творог. Консистенция этого, конечно, напоминает... Что она напоминает? Непонятно, что это, творожная масса. То, что нельзя есть. Ну и третий раунд, это... С закрытыми глазами мы сейчас... Да, мы сейчас попробуем творог и попробуем отгадать, какой из них стоит 400 рублей, а какой 30. Единственное, что плохо, то что... Ты же понимаешь, что он гораздо жидкий, чем мать? Почему это твердый? Я понимаю. Ты думаешь, что это чеш? Ну, пофиг, давай начнем с меня. Глаза закрыл? Ну, я вообще ничего не вижу. Хорошо. Покажи мне ничего не вижу. Покажи, что им. Нет. Показала? Да покажи. Я ничего тебе не покажу. Так, готов? Давай. Дорогой или дешевый? Очень кисло. Я думаю, это душманский. Это дешевый. Ты уверен? Он очень мерзкий. Распробуй, как следует. Ну, вообще, слышу, он тухлятина отдает. Я тебе серьезно говорю. Он тухлятина отдает. Давай, дорогой. Он очень мерзкий. Давай. Готов? Давай. Дорог шри открываем? Ну, да. Тут отдает привкус молочка. Такой вкусный. Творог прям вообще классный. Брать, это жжешь, что это наоборот все. Я вам правда говорю, этот творог прям вкусный. Это прям молочка такая. Прям молочная качество. Ты как-то жжешь надо мной. Это реально что-то наоборот все? Ну, снимай повестку. Ты не угадала. Ты серьезно? Ты серьезно. Ты сейчас серьезно? Да, первый раз был дорогой творог. Ну, шманский такой, смешательный. Я тебе серьезно говорю. Да, второй раз. Вот этот ты ел. Чего ты так ладно ржешь, блин? Вот этот ты ел и сказал, что здесь классный молочный вкус. Поэтому... Я тебе говорю, такая трава, просто бонь какая-то. Нам просто нереально жрать. Ладно, окей, может быть, у меня что-то с привкусом. Давай. Я готова. Готова? Да. Ну, окей. Начнем. Ты точно ничего не видишь? Нет. Ты уверена? Да. Точно? Да. Сколько я пальцев показываю? Три. Три? Браво. Пять. А что я показывал? Как ты думаешь? Ну, факт, конечно, еще долго показать. Я факт не мог показать. Ну, видишь на руки. Так, ну что, готова? Да. А ты точно не смешивала? Нет. Ты уверена? Я уверена. Так, я сейчас все это сделаю. Давай, открывай руку. А ты дешевый. Почему? Чего ты так решила? Ты уверена? Я уверена, да. Почему? Я вообще, когда пластмасса объеду, не знаю, и такая консистенция смутаннообразная, видно, что это дорожная масса, а не дорожная. Это сейчас рассуждаю, да? На самом деле облажаю. Не, просто неинтересно. Готова? Давай. Давай. Ну, это дорогой. Дорогой, да? Прям вообще. Да, по вкусу такая привезти. Кисло-молочко, а как у бабушки бурят. Вообще? Просто, да? Угадала? Я тебе дал один и тот же творог. Ты че, серьезно? Я тебе дал душеванский творог два раза, у тебя один отдал. Он полсоваться. Офигеть. Он реально вкус разный был. Че за бред? Он был разный. Я тебе клянусь на видео, когда посмотришь. Он был разный? Разный, разный. Ой, одинаковый. Один, один, один. Честное слово. Давай. Готова? Да. То же самое. Дешевый. Точно. Не уверена, но кажется, да. Ты уверена? Не уверена. Потому что, Мань, если второй дубль ты сейчас запоришь, то будет крат. Дешевый. Уверена, да? Точно. Готова? Угу. Давай. Ты готова? Угу. Не садилась? Ну, а че? Ничего не занимаем. Мне кажется, что это другой. Так да или нет? Ну, наверное, это был дорогой. Так да или нет? Да, это был дорогой. Открывай глаза. Ну, опять ты же сам. Нет, это действительно было дешево и дорогой. У популярных блогеров типа Максима Бранта все четко. Дорогой сок выбирают, дорогой шоколадку, дорогой тоже люди выбирают. У нас вы сами все увидели. Грубо говоря, да, по упаковке все верно. По белкам, ну, по составу все тоже. Выигрывает, конечно же, дорогой творог. Ну и будем справедливы. Тут 180 грамм, а тут 300. То есть он гораздо больше. Вот, но по вкусу мы не смогли отличить. А Маня вообще два раза пробовала один и тот же творог и говорила, что не разное. Ну, я вообще обладалась на полной программе. И, на самом деле, не покупайте творог за 400 рублей, все полная ладжа. Ну, действительно, это очень дорого. Так что с тобой был Алексей Столяров. Всем пока! Может, у Калова тоже было? Ну, я был и ты была.